всем привет в моем саду растет более 100 сортов роз вот прошла первая волна и пора бы уже обрабатывать розы конечно нужно было сделать это неделю назад но так как у меня были непредвиденные работы в саду которые запланировала и мне их нужно было срочно сделать моя третья обработка немного перенеслась во времени я всегда обрабатываю то есть за летний сезон второй раз вообще в этом году будет 3 обработка роз от болезней и вредителей в начале июля но так получилось что сегодня середина я покажу свои препараты которыми я буду обрабатывать очень хотела купить скор я всегда в середине лет обрабатываю скором но у нас в магазине на данный момент этого препарата почему-то нет очень странно взяла отряду покажу в принципе мне этот препарат понравился им я обрабатывала весной второй раз и вроде бы растения розы чувствуют себя хорошо здоровенькие красивые вот такие глянцевые листы что касается обработок можно конечно обрабатывать розы каждые две недели если у вас есть возможность у меня такой возможности нет мой сад не только состоит из роз он огромнейший я люблю и декоративно лиственные цветущие кустарники у меня много хвойных растений гортензий и даже рододендроны и все это требует внимание где-то обрезки где-то подкормки и так далее поэтому розы у меня не то чтобы мало уходные нет они много уходные но исходя из того что все-таки когда-то я планировала мало уходный сад внимание им уделяется на мой взгляд достаточно и 3 обработки тоже достаточно дело в том что есть такие розы несмотря на обработки например чайно гибридная роза бургунд как бы я ее не обрабатывала она всегда стоит в середине лета голая я ее не выкидываю храню она растет у меня на втором плане в розарии мне очень нравится этот цветок и в первое цветение я успеваю срезать ее на букеты потом конечно это уже некрасиво есть розы которые практически не болеют и возможно я приду в дальнейшем к такому выводу и оставлю розы которым достаточно минимальное количество обработок как я уже сказала каждые две недели бегать у меня нет возможности и желания розы уже не доставит такого удовольствия если их без конца каждую неделю другую обрабатывать и подкармливать мои розы сильные в большинстве своем здоровая есть конечно которая уже поразились черной пятнистостью ну что же сделать болеют розы ну не выкидывать же их возможно я их когда-то уберу вообще я ставлю такие розы как августа луиза чип эндейл роза навалис которые здоровые сильные даже с учетом моих всего лишь двух обработок и непрофессиональными так сказать препаратами они выглядят красивенно вот такие а листы у навались я ее уже обрезала здоровые сильные я ее хвалила в отдельном видео и рассказывал но есть такие розы которые сильно болеют обрабатывая их или нет раньше я как сумасшедшая конечно бегала по саду забывала про все про в семью про другие растения и надо срочно срочно обработать розы они черные надо лечить со временем пришла к такому выводу что вот за весь сезон рано весной 1 обработка при появлении листиков 2 обработкой в середине лета 3 обработка конечно перед укрытием я еще раз их чем-нибудь обработаю вот такой минимальный уход за моими розами вот стою сейчас возле розы сэр джон бенджамин это роза также подвержена заболеванием черной пятнистости и даже мучнистой россии пока стоит у меня здоровая на удивление то есть этот препарат ряда несмотря на то что вот он оставляет такой немного голубой налет и вот он так и не смылся роза стоит здоровая радует меня в этом сезоне хотя несколько лет она просто в июле была вся черная в черных точках повторюсь здесь только две обработки сегодня будут делать третью конечно много роз которые не болеют допустим мускусные гибриды очень сильные здоровые вот розочка heavenly pink все цветет у меня еще роза ангела лавали фэри такие сильные здоровые розы я говорю что наверно кому нет возможности желания и времени каждый день уделять розам так как у нас есть работа есть семья есть другие дела наверное более важные и все свое свободное время уделять розам не у всех есть возможности я люблю очень люблю розы моем сайду их огромное количество в час зацветают лилии посмотрите как я люблю лилии это вообще мой любимый цветок наверно после роз люблю ароматные они огромные стоят долго смотрятся в букете просто обворожительно поэтому вот такие у меня минимальной обработки так сказать мало уходный сад вот здесь у меня лежит амур среди лаванды и розы ангела которая уже цвела сегодня будет у меня обрезана и подкормлена спит амур амур поэтому если вы также за мало уходный сад и чтоб розы больше вас радовали делайте выводы это не рекомендация что необходимо делать только так как я каждый для себя находит оптимальный вариант по уходу за розами я выбираю вот такой мало уходный если роза черная ну что ты сделаешь как мне написали вылечить розы ну вот посмотрите какая здоровая красивая на валис роза как вылечить вот как если бы была таблетка который ты дал розе ты уверен что она не будет болеть я бы дала такую таблетку ну каждых две недели неделю обрабатываться вот все эти препараты вводить сад я не считаю это нужным и правильным есть розы которым вообще обработка не надо например англии мне английская роза плетистая роза гислин де филигунд еще одна плетистая роза который меня очень радует красного цвета старлет роз лола невероятной красоты ароматная просто в этом году вот она у меня подмерзла но успела нарастить свои ветви и красиво цвести вот какие у меня лилии я когда-то сюда садила эту оранжевую лилию к розе чипендейл думала они будут цвести вместе но в прошлом году в принципе это получилось а в этом году чипендейл очень быстро отцвел обрезан а вот алили цветут украшают мой розовый цветник мой розарий очень люблю лилии единственное что никак не могу себе завести белую лилию в прошлом году вроде бы уже одна цвела я обрадовалась все в моем саду есть белые лилии но опять не вышло из зимы может быть кто-то у меня живет земле кто любит луковицы белых лилий а возможно ей не нравится моя кислая земля так как мой сад находится недалеко от леса буквально в 100 метрах вот такая вот роза сейчас цветет тоже здоровая сильная боже мой я ее покупала как аморы ну вроде бы как такого сорта вообще нет покупала в коробке с очень радует своим обильным цветением вот такие кисти красных цветов выгорает немножечко до фиолетового сиреневого вот вот так вот она старится скидывает сама свои лепестки в этом году высокая я ее сильно обрезала ну вот опять опять вымахала более полтора метра есть один побег вот я его подвязала просто роза бедненькая ложилась на мой газон этот побег вообще имеет метр наверно 60 65 но она раскидывает свои ветви ей нужно конечно подпорка я вбиваю какую-либо арматуру какая у меня есть и стараюсь подвязывать эти побеги чтобы ей было легче держать все эти свои цветочки вот к такой опоре арматуре вот мои препараты казалось бы самый простой набор который я сегодня буду использовать для третьей обработки роз от болезней и вредителей а также параллельно будет подкормка и такая баковая смесь туда я буду использовать препарат триада я уже им обрабатывала розы во вторую обработку в принципе мне понравилось а единственное что остается голубой налет но такие розы которые сильно подвержены заболеваниям например как сэр джон бенджамин о котором я говорила который в середине лета стоит практически полуголый и листья все в черных точках пока стоит здоровым поэтому вот такую триаду буду брать она защищает от пятнистости листьев серая гниль фузариоз мучнистая роса и черная пятнистость но здесь также обеспечивает мгновенную защиту стимулирует рост новых побегов не смывается дождем ну вот это действительно правда препарат до сих пор где-то остался на листьях в виде голубого налета взяла сразу вот такую большую баночку упаковку 10 миллилитров которая идет на большое ведро воды вот на 10 литров воды так как мне мои все роза и обработать надо в несколько этапов и 10 литров мне мало то буду использовать вот такие большие упаковки туда же я очередной раз говорю вот об этом препарате уже пора бы его поменять но мне настолько нравится настолько эффективный это искра золотая а тли и белокрылки сейчас на самом деле в середине лета просто активизировались муравьи их несметное количество и несут они все несут тлю на мои розы многие розы сейчас у меня с тлей а то есть новенькие молоденькие побеги эта искра защищает вот от белокрылки трипсы тли еще есть такой же препарат в таблетках который действительно поможет справиться с трипсами он более эффективный за несколько часов он впитывается в листья растений и начинает действовать все вредители погибают мгновенно и защищает наши розы вот от таких злостных вредителей если есть у вас в продаже таблетка там немножечко сложнее нужно таблетку разбавить процедить ну и опрыскивать этот препарат попроще но тоже очень эффективный и я им пользуюсь результат на лицо я через пару часов прохожусь и смотрю что для погибла все я с ней справилась поэтому вот этот препарат тоже добавлю беру сразу большие банки вот здесь миллилитров и буду добавляться на свое большое ведро для обработок вот у меня тоже запас из двух упаковок искры далее сюда же я добавлю вот такой препарат на на plant это такое микро удобрение нового поколения которое помогает усваиваться кстати во многим микроэлементам в большом количестве также она содержит вот тут содержание просто можно сказать сумасшедшие чего здесь только нет вот пол баночки у меня пойдет на 10 литров и вторую половину на второе ведро сюда же я добавлю вот такое удобрение кристаллон его можно использовать обрабатывать розы то есть подкармливать розы как по листу так и под корень а здесь расход ну вот удобрение здесь все указаны что здесь есть именно розовый красный кристаллон используют для яркого и красивого цветения то есть для наращивания бутонов и так далее буду использовать вот столовую ложку на 5 литров воды то есть на мою большое ведро я буду использовать две ложки вот этого кристаллона все это перемешаю в одном большом ведре и буду обрабатывать свои розы это моя третья обработка и думаю этого будет достаточно обработку лучше проводить ранним утром или вечернее время когда уже наши розы находятся в тени и солнце зашло дабы не навредить насекомым которые летают по нашему саду и опыляют наши растения собирают нектар ну и конечно чтобы не навредить нашим розам так как могут быть ожоги при солнечных ярких лучах могут остаться пятна на листья и тем самым мы видим розу в стресс и потеряется конечно декоративный вид поэтому обязательно желательно обрабатывать розы вечером я обрабатываю розы только вечером и они себя чувствуют хорошо посмотрите какая красота бабочки пчелки летают по моей лаванде такой стоит аромат красота ну и конечно не забывайте про защиту это обязательно перчатки обязательно маски чтобы не вдыхать наших препаратов которыми мы обрабатываем розы вот такая простая казалось бы смесь и состав препаратов которые буду использовать я которые легко купить у нас беларуси они есть в свободном доступе конечно хотелось бы обработать розы скором этот препарат я тоже люблю использую его много лет чередую конечно немножечко с другими но не стоит на этом застрять внимание что есть в свободном доступе то и применяем мой уход за розами я считаю что мало уходный всего лишь будет за этот год 4 обработки то есть первая обработка рано весной когда мы сняли укрытие далее при распускании первых листиков это вторая обработка ну и третья обработка сейчас середине летом в начале июля четвертая обработка будет у меня перед укрытием заключительная я считаю что этого достаточно многие немногие а почти все розы себя хорошо чувствуют и хорошо ведут ну а те которым мало будем думать насчет стоит они не стоит расти в моем саду и еще повторюсь что это не рекомендация к применению каждый для себя определяет что ему удобнее комфортнее как ухаживать за розами возможно кому-то нравится обрабатывать каждую неделю а у кого-то просто нет времени каждый для себя находит оптимальный вариант по уходу за этими красавицами капризными розами любимыми цветами в наших садах всем хорошего дня и хорошего настроения